Приветствую всех, кто смотрит телеканал «Натомикин Бизнес». Прямо сейчас прямой эфир программы «Время говорить» начинается. И сегодня, сейчас мы будем обсуждать итоги предпринимательской конференции, которая произошла в Алматы. В пятый раз она уже проводится. И я бы хотел, конечно, сказать, что у нас в Алматы этот драйвер развития всего МСБ страны. Почему я так считаю? 14% всего бизнеса Казахстана именно там сосредоточено. И очень важно знать вот эту среднюю температуру по больнице, в кавычках, так скажем, как бизнесмены там развиваются, сталкиваются с какими трудностями и как их преодолевают. В Алматинской студии сейчас представители региональной палаты предпринимателей. Это Даулет Ассалбеков. Я его приветствую. Он подключается к нам по видеосвязи. Ну и по телефону Константин Авершин, один из предпринимателей Алматы, основатель ресторанного бизнеса. И, насколько мне известно, один из тех, кто первый продал казахстанскую франшизу собственного бизнеса за рубеж. Вот он сегодня меня... Давайте, Константин, я с вас начну. Буквально вы сегодня меня ошарашили тем, что сказали, что вы работаете по стандартам 90-го года прошлого века. Так что же... В чем проблема? Почему вас не коснулась модернизация, цифровизация и прочие вещи? Здравствуйте, Данил. Ну, во-первых, видите, модернизация, цифровизация, в первую очередь, наш сегмент общественного питания не рассматривается как вообще, в смысле, какой-то реальный бизнес. То есть отношение в Казахстане в целом к стрит-фуду, оно такое вот, ну, как работают какие-то там ловечники, какие-то пирожки продают. Но вы же уже свою франшизу за рубеж, да? И мне есть чем сравнить на самом деле. То есть я помню, когда мы первые свои два вагона поставили на Арбате в 2009 году, за две недели мы испытали 15 проверок сразу же. Ситуация постепенно, постепенно, постепенно менялась. Стрит-фуд просто уничтожали, травили, дустом, что только не делали. И вопреки всему этому мы сделали крутые результаты. Мы взяли второе место на крупной выставке франчайзинга «Урал-экспо». Мы участвовали в «Байбран-экспо» 2013, крупнейший хэппининг именно. Во франчайзинге провели такой был фурор, даже консул, помню, генеральный приехал. Но в то же самое время нас продолжали не воспринимать. Все началось вот буквально, скажем так, год назад, когда на нас обратили внимание, потому что на самом деле нам удалось показать, что стрит-фуд – это очень популярный бизнес, очень много обращается стартаперов к нам именно с просьбой объяснить, как это все начинается и так далее. А нам сказать нечего, потому что нет документов, регламентирующих именно наш сегмент бизнеса. А «Санпины», как вы совершенно справедливо заметили, они вот образца 1994 года. И, собственно говоря, вот сейчас как раз-таки созрел вопрос, чтобы все это менять, потому что мы должны шагать в ногу со временем. Оля Алмата всегда у нас в авангарде вот таких вот начинаний. Я веду несколько групп именно как бизнес-центр. Я возглавляю комиссию по развитию предпринимательства. Поэтому я как бы держу руку на пульсе постоянно. Вот сегодня мы задали вот этот вопрос, даже не вопрос, а пожелание Бахаджану Абдировичу, Тиму Раскайрычу, все это было так воспринято в позитивном ключе. Послание президента, прям, знаете, вот так вот. Мы сейчас на него опираемся и ходим, действительно вот козыряем, можно сказать. То есть я чувствую, что начинается некий такой вот рассвет бизнеса, и в частности нашего сегмента. Я специально посмотрел на эти проблемы, на список этих проблем, которые вот непосредственно вас касаются. Я немножко попозже их озвучу. Давайте все-таки мы сейчас дадим высказаться представителю палаты предпринимателей Алматы. Это Дуалет Аселбеков. Господин Аселбеков, скажите, пожалуйста, ну какие еще проблемы сегодня обсуждались на конференции предпринимателей? Что волнует бизнес Алматы? Здравствуйте, Данил. Принимательство города Алматы волнует очень много проблем. В частности, волнует вопросы парковок, вопросы развития инфраструктуры, вопросы финансирования. Ну и, естественно, сейчас очень сильно встает вопрос касательно перехода с патентного режима на упрощенный режим, который может привести к тому, что предпринимательство, особенно малое предпринимательство, будет иметь огромные проблемы с деятельностью, с продолжением деятельности и, скорее всего, может быть для них невыгодно дальше вести эту деятельность. Скажите, пожалуйста, я, если не ошибаюсь, получается, смотрите, что у нас по статистике. За последние три года в Алматы наблюдается рост в целом численности действующих субъектов МСБ. Городской бизнес в основном сосредоточен в торговле и оказании услуг. То есть вот эта реформа, которая с 1 января 2020 года у нас вступит в силу, она может повлечь некий хаос среди предпринимателей, получается так? Естественно. Более того, то есть эта реформа именно, как сказать, будет иметь последствия именно для малого предпринимательства в сфере торговли, которая, то есть, испытывает очень огромные проблемы. Но, в принципе, кроме этой проблемы существует другая проблема. Согласно закону о рынках, с 1 января 2020 года необходимо всем рынкам пройти модернизацию. На данный момент в городе Алматы 14 рынков не успевают пройти модернизацию в связи с финансовыми проблемами, с проблемами получения разрешительных документов и прочими проблемами. Что, в принципе, может привести к очень большой социальной напряженности в городе, так как это малый бизнес, это около 40 тысяч предпринимателей. И поэтому, я думаю, очень важно, чтобы наше государство взглянуло на данный вопрос и отсрочило момент принятия этих законов, то есть отсрочило сроки для того, чтобы предприниматели успели провести данную модернизацию. Давайте мы вернемся к нашему предпринимателю. Господин Авершин, у вас есть свое мнение по поводу вот этих озвученных проблем? Подключайтесь. Проблем на самом деле много. Городу Алматы действительно нужно было второе дыхание. И город получил это второе дыхание. Но сейчас самое время уделять больше внимания непосредственно предпринимателям из сегмента малый и средний бизнес. Потому что это то, на чем держится город Алматы на сегодняшний день. Если была попытка всех загнать в какие-то торговые центры в угоду крупным предпринимателям, то это совершенно неправильные меры. И очень отрадно, что именно городская администрация это сейчас понимает. Будем создавать совместные рабочие группы и конструктивно, плодотворно сотрудничать. Как вы оцениваете вот этот месседж из послания о том, что бизнес будет освобожден от налогов малый и микробизнес? Как вы думаете, как это повлияет в целом на, может быть, статистику и самочувствие деловых людей? Я вам так скажу, что малый и средний бизнес это именно те люди, которые очень чувствительно относятся к любым подобным изменениям. И в данном случае это будет действительно очень позитивный такой вот импульс. Он очень вовремя подоспел, потому что на самом деле проблем очень много. И вот это вот трехгодичное освобождение от основного налога, ну это очень круто. Действительно. Ну я просто смотрю, например, запрет на парковочные места, вот в Алматы, вроде бы благоустройство, значит, велодорожки и так далее. И вот здесь конкретные кейсы сегодня на конференции были озвучены. Например, один из торговых домов, посещаемость снижена на 60%, доходность арендуаторов упала. Например, стоматология. Сотрудники 80 человек, объем услуг из-за того, что просто знак поставили. Парковка запрещена, стоянка запрещена. На 50% упало. Ну вот вроде бы бизнес, вроде бы власть, вроде бы есть нацпалата. Ну а взаимодействие-то где вот? Я не понимаю, почему так? Вы знаете, проблема вся в том, что наши чиновники, не все, но вот, скажем так, те, кто в ранге исполнителей находятся, они живут еще по старым советским вот этим совковым лекалам. То есть они рассматривают предпринимателя как спекулянта, как барыгу там, как угодно, что только мы не понимали от них. И, коль скоро вот такой подход есть, то есть импульс идет, допустим, сверху идет достаточно правильный. Потому что не надо забывать, что в Алмате проблемы с экологией большие. И чтобы их решить, нужно однозначно сокращать трафик. Понимаете? Ну, когда импульс правильный, а исполнитель вот такой, ну, нерадивый, получаются вот такие вот казусы и нюансы. Ну, тем не менее, палата предпринимателей на страже. Были нюансы, когда пытались что-то сделать и не получалось, в силу того, что административный ресурс у городской администрации, ну, перевесил. Это жизнь, так бывает. Сейчас, например, идет конструктивное взаимодействие, началось. Поэтому, я думаю, главное не опускать руки и просто что-то делать постоянно. Да, вы говорите, как настоящий бизнесмен. Уважаю вашу позицию. Давайте послушаем мнение Руслана Меликша. Он сейчас также подключается к нашему диалогу, обозреватель. И он свое мнение выразит по поводу, наверное, тоже трудностей, которые переживает бизнес Алматы. А может быть и развитие. Пожалуйста. Да, спасибо, Данил. Проблем и трудностей у нашего бизнеса немалые. О некоторых из них, даже о многих из них говорили на сегодняшнем форуме. Это касается и земельного вопроса. Это сфера одна из самых непрозрачных. И об упрощенном налоговом режиме для предпринимателей. И о госзакупе. И вообще много о чем. Однозначно, все вопросы, поднятые на конференции, насущные, актуальные и очень болезненные для нашего бизнеса. И, в общем-то, хорошо, что все они поднимаются и озвучиваются именно в Алма-Ате. Ведь именно этот город является, по сути, финансовым и бизнес-центром нашей страны. Как отметил в своей речи председатель президиума НПП Атамикен Тимур Кулебаев, торговля является ведущей отраслью города. Здесь занято 14% населения. До 49% ВРП создается за счет торговли. В общем, комментарии излишни. И понятно, что все, что происходит с бизнесом в Алма-Ате, в любом случае проецируется и влияет на другие регионы. Вот нашей стране 28 лет. И за все эти годы, то есть все эти годы, власти вроде бы пытаются защищать предпринимателей от алчных чиновников и неправильных законов. И, казалось бы, бизнес должен стоять у нас на твердых ногах и приносить большие доходы как для себя, так и в бюджет страны. Однако, если посмотреть на статистику, количество ИП и ИТО у нас не растет, а сокращается. Причин тому несколько. Это и бюрократия, и коррупция, несовершенное законодательство, давление проверяющих органов, дорогие кредиты и еще немало чего. Поэтому предпринимательство у нас хромает на обе ноги. А должно быть ровным счетом наоборот. Ведь именно малый и средний бизнес должен, по сути, и быть локомотивом страны. Вот у нас часто приводят цифру, что доля МСБ в ВВП страны равняется 25%, а в 2021 году она должна составлять 30%. 2021 год наступит очень скоро, но я что-то не вижу бума роста предприятий в республике. И получается, что основным источником нашего бюджета является не МСБ, как это принято в развитых странах, а поступление от нефти и газа. И в завершении хотел бы отметить вот что. Я вот буквально на днях закончил ремонт в своей квартире. Так вот, на строительных рынках и магазинах, где мы закупали стройматериалы, я практически не видел продукцию казахстанского производства. Все сплошь импортное. А ведь мы по темпам возводимого жилья, наверное, уже впереди планеты всей. Однако производство собственных стройматериалов за все эти годы мы так и не смогли наладить. А ведь это золотая жила, которая могла бы обеспечить работой десятки, если не сотни тысяч наших граждан. У меня на этом все. Данил? Ну, много денег потратил на ремонт. Ну, пару миллионов ушло. Хорошо. Если бы, интересно, отечественные стройматериалы были, было бы дешевле или нет? Что мы можем сказать здесь? Господин Сулбеков, вы, наверное, слышали нашего обозревателя. Ваше мнение? Да, Алматы. Да, да, да. Смотрите, на данный момент мы приняли программу экономика простых вещей, которая как раз-таки должна решить проблему со стройматериалами. И на данный момент именно развивается ОТП в этой сфере. Была составлена дорожная карта по развитию отрасли производства строительных материалов. Также мы сейчас вот занимаемся плотно вопросами мебельной промышленности. То есть на данный момент постоянно вопрос этих отраслей, которые входят в экономику простых вещей, стоит на контроле от ОМИКЕН. Также мы сейчас предлагаем, то есть наш директор Нариман Бактабаевич Аблишаиков предложил Жилстройсбербанку включить минимальную мебелировку мебели в ипотеку от застройщиков Жилстройсбербанка. То есть когда будет строиться новая квартира по программе 7.20.25, там будет уже казахстанская мебель. Я думаю, что это очень сильно поможет как и молодым семьям, которые будут получать жилье по данной программе, так и нашей мебельной отрасли в городе Алматы, которая, как известно, производит 30% от всей отрасли в республике. Да, если можно, у нас уже подходит к концу наш эфир. Я бы хотел все-таки вопрос финансирования обсудить, он тоже один из самых важных. Вот господин Авершин, по поводу доступа к финансам, что вы можете сказать? Потому что я смотрю на статистику, к сожалению, идет по вот не спадающий объем кредитования МСБ. Ну, это правда, есть такая проблема на самом деле. Деньги или очень дорогие, или действительно практически невозможно получить какой-то заим. Ну, вот сегодня вы слышали, на конференции была озвучена вот эта вот правильная мера о создании такой структуры, как колдал. И если это действительно заработает, то это будет просто, ну, очень и очень, прям вот для наших предпринимателей, прям глоток живой воды. Потому что на периферии по 2%, да, там в центре города под 7% в качестве залога будет рассматриваться, допустим, купленное оборудование. В принципе, это очень хорошее условие. На самом деле проблема эта существовала, но сейчас вот видно, что действительно от слов к делу и вот эти все инструменты, они сейчас начинают уже применяться. Потому что на самом деле, если сейчас не сделать вот что-то такое вот, скажем, мы же привыкли как правительство сами по себе, бизнес сам по себе. То есть там что-то наобещали, никто не вникает. Грамотность очень слабая. Я бы, например, еще поставил на то, чтобы доводить всю вот эту информацию до конечного потребителя, используя все современные приемы маркетинга. Здесь надо подключать предпринимателей. Мы готовы вместе работать. Давайте еще. Вот прямо сейчас наверняка нас смотрят предприниматели. Что еще хорошего, так скажем? Ну пусть по Алматы, но давайте вместе порадуемся. Итоги этой конференции. Один момент вы сказали. Колдау будет еще что. Пока вот по версии вас, предпринимателя господина Абвершина. Для меня вот действительно я сейчас как бы планирую строить вторую производственную базу. Я готов как предприниматель быть позитивным, примерно в этом отношении. Пройти все вот эти, ну, перипетии, моменты вплоть до ведения видеоблога. Выкладывать для моих коллег-предпринимателей, чтобы они уже не наступили на какие-то грабли, на которые наступлю я. Мне нравится быть первопроходцем. Поэтому вот эти вот вещи, плюс микрофинансовые организации, да, были созданы. Ну, на самом деле делается дело. Поэтому вот только вперед. Окей, окей. Да, спасибо большое. Действительно, ну, поддержим этот лозунг, наверное, так или кредо. Две минуты у нас остается в прямом эфире. Что нам пишут? Нужно финансирование бизнеса под малые проценты. Для этого нужны длинные деньги. Чем должно заниматься правительство и Атабикен? Атабикен, вам слово. Алматы, давайте, пожалуйста, подключайтесь. Ну, сейчас мы вот... Хочу благодарность выразить Акимату города Алматы за то, что, то есть, запускается вот эта программа Холдау, и где создается компания Алматы МФО, а также Алматы Файнанс, где действительно под очень низкие проценты, под 2% для окраин города и под 7% для других районов города выдаются кредиты. Это очень удобно и как раз-таки решит проблему дороговизны кредитов для бизнеса. В принципе, то есть, также Атабикеном постоянно проводится работа другая по предоставлению доступности. Мы сейчас работаем с ДКБ и с другими организациями. И более того, хочу сказать, то, что на данный момент у нас есть программа ЖЭСКСКЕР, по которой мы обучили студентов, и на данный момент мы сопровождаем каждого предпринимателя, пишем для них бизнес-план, сопровождаем по всем инстанциям и готовим их для того, чтобы они, то есть, начали бизнес. Я думаю, то, что если мы будем продолжать в таком же режиме, у нас будет создана очень отличная экосистема бизнеса, и наше предпринимательство будет только расти. Спасибо большое. Я вас благодарю за беседу. Я напомню, что мы сегодня подводили итоги, вот, наверное, все-таки развития бизнеса Алматы за вот последнее время. Конференция там прошла большая, все предприниматели собрались, высказались, высказались, и вот много есть хороших новостей. Спасибо всем большое и встретимся завтра. Программа на сайте inbusiness.kz. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин